Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что означает призыв «Не давайте святыне псам?» И мы будем отталкиваться в нашем рассуждении от Евангелия от Матфея, 7 глава, 6 стих, где сказано «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Собственно говоря, псами, гаим по-еврейски в те времена называли язычников. И трудно понять, в каком смысле не надо давать святыню язычникам, если Христос, отправляя на проповедь апостолов, сказал «Идите, проповедуйте всем племенам, народам и языкам». Может быть, речь идет о том, что язычники крайне нечестивые люди, но нам не запрещено общаться с нечестивыми. Нам запрещено общаться с теми нечестивыми, которые называют себя нашими братьями, но при этом их образ жизни не соответствует православному поведению. Вот смотрите, что по этому поводу пишет апостол Павел, это первое послание Коринфянам, 5 глава, 9 по 12 стих. «Я писал вам в послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе, ибо что мне судить о внешних, не внутренних ли вы судите?» Таким образом мы устанавливаем, что мы можем общаться с язычниками, с нечестивыми, мы можем общаться с еретиками, но нам запрещено общаться с теми, которые как бы во всех смыслах принадлежат к нашей святой церкви, но при этом они поступают по-язычески. И апостол Павел резонно замечает, что иначе бы надлежало бы вам выйти из мира, а Господь, наоборот, послал нас в мир проповедовать Евангелие до пределов земли. И смотрите, мы еще раз прочитаем. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Что же это может означать в том контексте, который мы только что обсудили? Если мы видим, что состояние этих людей агрессивно, как у псов, которые бросаются на людей, то стоит ли начинать разговор? Можно провести разговор с таким человеком, но в другом случае, когда он не будет себя вести так агрессивно, как какая-то собака. «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями», то есть святыню веры не предлагайте. Если человек, например, как в русском народе такая метафора есть, «пьяный, как свинья», то есть он не в таком виде, чтобы можно было с ним о чем-то таком говорить, возвышенном и святом. «Святыня – это сама наша вера, святыней являются таинства церковные, но мы обязаны говорить о нашей вере с неверующими людьми, даже с идолопоклонниками, с кичниками, лихаимцами, с блудниками, как мы прочитали об этом у апостола Павла. Но когда мы видим, что человек слишком агрессивен или, не дай Бог, он уже принял святую веру, но ведет себя так, как будто остается по-прежнему язычником, смысла проводить беседу с таким человеком нет. Но если мы заметим и в таком человеке какие-то положительные перемены, то мы можем поговорить с ним. И здесь надо отметить, что Христос не учил проповедовать всем подряд. Такого нет. Это протестантская выдумка. Господь говорил, в какой город войдете, узнайте, кто достоин. И когда выясните, вот в этот дом идите и приветствуйте словами «Мир дому всему». И если примут веру, слава Богу, не примут, выйдя, отрисите прах с ваших ног, что вы уже не отвечаете за судьбу этих людей. Вы им сказали, и они сами не приняли то, что вы им предлагали. Таким образом, мы стремимся проповедовать всегда, и у нас есть желание проповедовать всем, но при всем при этом мы выискиваем достойных или находящимся в том благостном состоянии, когда с ними и можно завести беседу о духовных делах. В противном случае мы даем святыне псам и бросаем жемчуг перед свиньями. Берегите себя.